михаил валерович добрый день добрый день спасибо что вы нашли время давай начнем так ваши года детстве вообще в детстве мечтали стать артистом режиссером давай где-то школьные года о чем вы мечтали где учились попали в точку потому что я хотел быть артистом и советский древний как мастодон еще был я достал советский союз когда был мальчишкой и родил драм-кружок в пионер дворец пионеров просто где можно грозным грозным я родился и дед мой дарит базовый писатель классик русской чеченской литературы он сложно относился не хотел не хотел потому как он свое время сам работал главным администратором оперного театра во фунзе а позже его старший сын закончил консерваторию чайковского и для кавказа был может так но частично потерян потому что у нас у каждого театра нет остался в россии и фактически как ну как сын для отца он ушел туда он был он был он убрал тебя профессия такого и детского хватит в одной семье этого достаточно еще одного мы терять не хотим он не запретил ходить драм кружок из чего руководитель кружка пришла к вам домой маме говорит мы что вы делаете азов ваш талантливый ребенок там роль чиполина чего там такого мама меня тайно отпустила когда дед узнал а мы деду не лгали никогда был страшный скандал и больше я конечно не ходил вот а позже когда уже там были сложные события в моей жизни очень сложные ситуации на грани выживания поставлены года те которые вы знаете в те годы получилось так что я уже имел образование высшее у меня чагу был филологический флотер был за плечами я уже преподавал в университете вчера ингурском то есть вы временно как получается выбросили вот это культурное совершенно было другое направление я публиковался я занимался литературой я закончил филфак преподавал в университете ну нет конечно нравилось вот и случилось так что было набиралась национальная студия ингурская училища не подложили туда для меня главное на тот момент было не поехать учиться а как все мы кавказские ребята да мне нужно было засыпиться в москве что что-то там добывать потому что дома нет ничего нет как-то семья на тот момент жила у чужих людей у меня не было жены еще мамой нужно было думать о будущем моих близких я поехал принципе в москву с расчетом просто поступить туда на засыпиться чтобы делать другими делами заниматься бизнес не важно что-то поискать но вышло так что зацепился я и зацепила меня все это изменилось я старшим на курсе был у нас и по возрасту и по статусу решал многие вопросы поскольку тяжелое было время как я уже сказал и 90 процентов однокурсников моих куда были беженцы ребята соседи с чеченской республики по разным причинам просто голодали реально было тяжелое очень время и мне удалось определенным образом наладить ситуацию когда были упала стипендия что-то зимняя одежда все это было все это занимался не и я понимал что нужно создавать какой-то проект и который в том тяжелое время позволит с чистого листа начать и создать какое-то театральное пространство и в ушите поскольку под драматический театр туда нас набирали куда мы должны были вернуться он по ряду причин он находился в сложных ситуациях на дисагнации надо было что-то делать новое креативное я повел ребят другим путем поскольку у нас не было ни площадки своей не никакого имущества и так далее я добывал где доставал деньги на то чтобы дико ручки декорации дипломных спектаклей которые мы сделали у нас и было 6 они принадлежали студии не училища а нам одевали для свои средства и к выпуску курса у нас уже было 6 собственных спектаклей хорошо одетых большие дорогих и так далее мы за счет этих спектаклей на бара пользуясь опять-таки ресурсом училища уже зарабатывали деньги в москве и покупали какую-то свою аппаратуру то есть к выпуску получение дипломов у нас была в принципе на команда ну вот и потом вернулись тяжелое было очень время мы не сломались мы не рассосались не остались в москве и никуда у нас много было предложений ребята пошли за мной я тогда им пообещал ребят подождите два года потерпите кто-то ушел трудно было я помню в калуге первые наши гастроли когда мы днем свет цветы овации а вечером мы думали куда бы сдать эти цветы что просто кушать купить ничего себе прям аж так да потому что ну да были были голодные тяжелые времена так вот мы но ребята не предали основной это театр они шли за мной до конца и в результате получит получила производства случилось то что случилось сегодня это русский музыкально-драматический театр республики гушетия возглавляет его сейчас близки мне человек потому что мы были однокурсники и самого начала с первых дней этот театр вместе поднимали как вместе поднимали в смысле командой в том числе позже этот человек стал моей моей супругой и уже возглавил театр еще позже пришло понимание что нужно создавать единое пространство театральное на кавказе и тогда я помню со своими друзьями из дагестана из кабардино-балкарии других из чеченской республики мы вот этот проект начали тоже потом приехали собрались порядка помню 86 человек делегатов приехала выбрали на председателем создали ассоциации театра юго-россии она потихонечку сначала она вызывала у многих сомнения особенно больших городов вроде ростова сегодня ростов член ассоциации и непонимание какая ассоциация кто почему что зачем это вообще нужно тоже не забирали членских взносов мы реально подносили пользу и города пошли театре 52 годы 52 театра вступили в ассоциацию официально народ вообще зритель когда узнал именно микаил валерьевич когда он стал известным это хотел узнать знают меня прежде всего конечно не как актера поскольку у меня есть актерские работы но но и по фильмам тоже по фильмам да знают но для меня попали кто вас пригласил нет это была следующая история если говорить про фильм к которым следу можно пока следует поговорить и для меня это самый значимый факт биографии это конечно работа с никитой михаилковым так вот это фильм двенадцать знаете как они шанс корова и так далее сходи я ухожу я тут да ажа не ухожу парка Поехали! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Любая очередь была, Артамас. Эй, науз! Арканчик валют омбе омвар муац! Умара! А подъехой он, науз! Пойгул где? Мы тут дома как-нибудь сами разберёмся у себя. Алло, иди домой, умер! Уорс, а ёрсёк! Поехали! Поехали! Если брать, то брать по максимуму, по верхушкам идти. Не стоит размениваться. Поэтому я понимал, что для меня в это нужно вкладываться. И это то, чем я потом буду гордиться, и что мне принесёт пользу, и что меня чему-то научит ещё, где я могу поучиться. Поэтому я прошёл все кастинги. Никита меня выбрал. То есть всё-таки там кастинги прошли? Я думал, вас просто пригласили и сказали, вот этот роль так. И вы будете работать? Меня пригласили, конечно пригласили, но не меня одного пригласили. И там, конечно, был кастинг-менеджер, который меня позвал, потому что в силу определённых причин меня уже позвали. Но Никита всё равно отбирал людей. Просто с отцом Никиты был знаком мой дед, они были друзья. И он с интересом относится к культуре Кавказа. Ну, каким-то определённым её аспектом, скажем так. Поэтому он со мной консультировался в этом фильме по каким-то вопросам, которые могли бы потом... Ну, например, там вот есть сцена, когда мериды... Вернее, он убрал эту сцену. Потому что там должна была быть сцена, где мериды делают джекер. Да, да. И... Статистами, то есть, людьми, которые должны были делать эту сцену, это были люди приглашённые с улицы, никакого отношения к религии не имеющие, случайные люди. Ну, подумал, где взять? Брать такое количество меридов мы снимали в Геленджике этот фильм. Вот. Ну, можно было. Нет, ну, это было вести. Да, но это сложно. Это было сложно. Это две недели. Мы за две недели там полетел у нас целый полный самолёт специально летал туда-обратно. Мы там за две недели с ней две недели кучей денег. Каждый день у Никиты бешеный. Бешеный был. Бешеные затраты. Очень большой, очень сложно всё. То есть, он мог дать целый день какое-то облачко. Чтобы всё было натурально. Целый день её построили, потом сожгли. Чтобы было натурально. Это всё не макеты. Всё реально. Ничего себе. Там затраты были хорошие. Поэтому он, конечно, не мог позволить себе кого-то ещё откуда-то искать. И получилась профанация. Я говорю, Никита Сергеевич, а вам нужно, чтобы этот спектакль был хорошо воспринят на Кавказе? Чтобы он не вызвал отторжения? Вот, конечно. Я говорю, тогда нужно либо поменять участников этого действия, либо как-то по-другому. Он убрал сцену вообще. Иначе это было бы, ну, вызвало многих людей. Ну, понятная причина, да, было бы очень хорошо принято. Плюс озвучка этого фильма. Всё, что идёт, всё, что говорится на чеченском языке, это мои артисты. Это мои ребята, которых я туда привёз в Сангушетис, своего театра. Там Месиду. Её, значит, моя супруга озвучивает на чеченском языке. Там ещё ребят. То есть, у меня, в принципе, ребята медийные. Они все почти снимались, мои актёры. То есть, вы в ближайшее время больше не пытаетесь? Я решил, что больше сниматься не буду. Вот как раз. Я поменял телефоны. Меня находили потом. Тем более, после этого фильма поступало много предложений. Я сказал, что я больше сниматься не буду. Если не секрет, почему? Знаете, это такая замануха. У меня серьёзная, пусть не такое блестящее дело, скажем. Понятие, какая-нибудь блестящая, не в прямом смысле, а блестящая, в переносном смысле, да? Нужно выбирать. Это или это? Да. Одновременно и то, и другое. Да как? Понятие, это кастинги. Это всё, это тусовка, это богема. Совершенно другая история. Это, конечно, очень сильный монополь. Это затягивает. Но тогда я начал бы монкировать своим основным делом, которому я посвятил жизнь. Я не смог бы сделать то, что я делаю. Что мощного, глобального, пусть менее заметного, пусть менее раскрученного, но то, что реально приносит пользу не мне одному, тому делу, которому я посвятил свою жизнь, но как актёр. Хотя я закончил актёрский факультет. У меня актёрский факультет, «Щука», потом у меня режиссура, «Щука», учринское училище, и позже у меня гитис-продюсерский, «Красный репорт». То есть это обязательно надо учиться? Человек с улицы просто попасть туда вообще бывает? Почему? Всякое бывает. Но это сложнее, конечно, попасть туда, подработать. А можно вообще вопрос? Только я давно хотел. Почему во всех фильмах одни и те же лица? Что, других лиц нету? Артистов нету? Вот вы же сами сказали, очень много. А почему мне не взять? По трём причинам. Ну, идите. Давай пока. Во-первых, не все знают процедуру правильную, то есть портфоли. Вот я человек, журналист, ведущий. Я могу снять или нет? Честно. Это зависит не от вас, наверное. Это зависит от менеджера одного, другого, от продюсеров и так далее. Там целый… Смотря какой фильм опять-таки. Есть кастинг продюсер, там много всего, что нужно пройти. Но прежде всего нужно сделать хорошее портфолио, качественное. Так. Вот эти портфолио нужно разослать по специальным агентствам, то есть показаниям своего номера телефона, со своих регалий, ресурса, образования и так далее. И там опыта работы, много чего. И все это учитывается при просмотре портфолио. Если нужен человек просто с улицы, ну его берут как статиста, где-то он меркнет и все. А чтобы на какую-то роль, если это не ход режиссерский, конечно, смотри, что человек заканчивал, где он уже снимался, что он умеет и так далее, где он работает. Желательно, чтобы человек имел отношение к театру, потому что театр самый мощный тренинг для актера. Хорошо. Про это уже мы прошли. На сегодняшний день, как вы режиссер, вы приехали в Дагестан, а именно в древний город Дербент. Хотел бы ваше мнение о Дербенте и Дагестане. Я вам скажу одно. Во-первых, я смотрю на ситуацию шире. У меня государственное мышление. Я понимаю, что благо Кавказа – это благо каждого кавказца в отдельности. И я стараюсь не растягивать ситуацию по национальному квартиру. Если к квартирам есть Кавказ, есть интересы. Если Кавказ будет культурен, образован, интегрирован, гибок в каких-то своих проявлениях, можно сказать, толерантин в данном случае неуместен, потому что на свои традиции, но деликатен в каких-то иных проявлениях, то, значит, всем живущим на Кавказе будет комфортно. И тем, кто имеет дело с Кавказцами, неважно на Кавказе, на Кавказе гораздо таки всем комфортно, а вот за пределами Кавказа с Кавказцами будет иметь дело тоже комфортно. А это зависит от того, как люди относятся, к чем они гордятся. Знаете, либо человек гордится тем, что у него набитые кулаки, он может там… Ну, это у всех у нас есть. Мы все ребята с характером, да? А вот если человек… У меня был опыт. Через меня в московские вузы поступило с Кавказа 102 человека в общей сложности. Это ребята, которых я подготовил, лично возил в Москву, лично на все экзамены водил в общей сложности 102 человека. Вот это за каждую фамилию можно ответить, в том числе из Дагестана, это известные ребята. И я понимал… Вот у меня, например, был пример мальчик, который никогда в жизни за пределы Кавказа не выезжал. Он попадает в московскую среду, где ребята… Ну, так вот сложилось изначально. Он заканчивал школу на Кавказе и никогда не выезжал. А ребята окончали школу в Москве. То есть не его вина, что он не имел тех возможностей с того старта, который был у этих ребят. У него появляется комплекс. Потому что он не интегрирован в этот социум, да? Чем он утверждается? Он утверждается тем, что он может, что он начинает драться. Да, потому что образования не хватает, гибкости не хватает, умения вести себя в обществе не хватает. Это не его вина. Он вырос в том месте, где на это не обращали внимание. Другие ценности, другие приоритеты другому учили. Характер, традиции, обычаи, мужество и так далее. Но там это не работает. Там нужно мозгами завоевывать авторитет. Ему было сложно. Он меня вылетал, я его восстанавливал, переделал, переводил с вузом в вуз. В результате тем закончился? Отлично. У парня диплом, он работает в театре. Но на это ушло у него и у меня 9 лет. Чтобы этот парень закончил, в конце концовка закончил и получил московское образование. И таких случаев много. А если это будет массовое понимание? Что главное? Хорошо, пускай ребята будут спортсмены. Пускай они будут заботиться о здоровье и никто не отнимет на нас нашего характера. Но нужно работать мозгами. Потому что один человек с ручкой сделает больше, чем 100 человек с автоматами. А вы в Дербенте до этого приезжали? Были? Я был в Дербенте много раз. Мне Дербент понравился, когда я был здесь впервые, лет, наверное, 10 тому назад примерно. Тоже по работе приезжал. Отбирали ребят мы здесь, смотрели на поступление, еще какие-то были задачи. Потом с московской лаборатории сюда приезжал. Работал в Лизгинском, в том числе театре тоже. И Дербент меня с самого начала впечатлило. Позже он меня влюбил в себя, Дербент. Я очень благодарен человеку, который меня сюда привел. Это Мавлет Кулпаров, Мавлет Даниилович. Ныне это работа в Министерстве культуры. Куратор Дербентских театров. Великолепный режиссер. На мой взгляд, один из лучших режиссеров Кавказа, которого и в Москве знают и уважают. И мне, помимо человеческих отношений, очень ценные с ним профессиональные взаимоотношения. Он меня сюда привез. Он открыл для меня Дербент. Он меня влюбил в Дербент. Позже я свою семью влюбил в Дербент. Мы просто ходили по этим улочкам. Вы сейчас в Дербенте семью? Сейчас нет. Но семья моя была здесь неоднократно. И вот сейчас снова приедет. И строгали эти дома, в которых люди просто живут. Потому что они даже не понимают, в чем они живут. Они живут в сказке и живут как... Они не знают, что лежат стены, которые Дербентские... Когда читаешь книгу, персонажи сказки, они же не артисты. Они же не думают о том, что они в персонажей. Они живут и живут в сказке. Вот так и эти люди, они живут в сказке. А мы-то приезжаем в сказку, и мы трогаем эти дома, эту древность, ходим, смотрим, этот колорит. Надо ощущать же, это стены дербенские, крепостные. Эти люди, этот колорит, которые сидят после этих стен, совершенно иначе, нежели сидят в других местах, совершенно по-другому разговаривают, по-другому смотрят, совершенно все другое. И это, если ты отпускаешь себя, оно цепляет и уже не отпускает. Начинаешь с того кайфовать, хочешь показать это другим, хочешь подарить это другим, привезти сюда кого-то еще. Вы на сегодняшний день в Дербенте сколько месяцев приехали сейчас? Ну, сейчас с этим проектом два месяца. Лизгинский музыкальный? Да. Муз-драм-театр имени Сулеймана Стальского. Да, верно. Режиссером. Да. Ставьте спектакль. Да, верно. Давай по подробности о Лизгинском театре, о артистах вообще, и кто выбирал вот эту пьесу? Я сейчас расскажу об двух словах. Значит, я... История произошла следующая. Я освободился, ушел, по моей последней работе в Москве, сатирикона, там я был дам директора, и с должности первого проектора тоже в театральном вузе в Москве. Ушел, потому что я соскучился по творчеству, и все-таки творчество для меня основным является, хотя я хорошим менеджером, у меня красный диплом, Московский институт и так далее. Я своим друзьям сказал, ребят, я вот сейчас, какое-то время, у меня промежуток, я понимаю, что меня не оставят покой, меня все равно вытащат в Москву, и у меня уже там предложение и так далее, или как-то, что я не смогу вечно получать удовольствие от творчества. Это такой вот, такой рывок, я кайфую с этого, такой драйв, я получаю удовольствие от того, чем я занимаюсь, хотя это тяжело, очень, очень отратно, энергетически отратно, для здоровья тяжело просто. Потому что ты этому отдаешься, там просто устаешь, а здесь ты вкладываешься, ты в мозги, душу, энергию все вкладываешь. И Мавлик говорит, давай вот так, но он сказал, есть какие-то вот более, я говорю, хорошие театры, там ты в хорошем театре, в узком театре, понятно, там есть Мавлик, да, есть тоже хорошие театры, но в которых можно что-то сделать, что-то свое внести и так далее, пожить. И вот Мавлик говорит, давай поезжай туда, вот сделай это, 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 то есть какую-то пользу принеси в этих местах, в этих театрах. Не потому что здесь что-то нехорошо или там и так далее, а просто есть что-то, где ты можешь приложить себя, свои связи, свои знания, свое умение и быть полезен. Учитывая опыт педагога, учитывая опыт режиссера и многое-многое еще чего, да, я все-таки очень много лет сидел в приемной комиссии московской, очень многих ребят смотрел, очень многих ребят подготовил, поэтому я понимаю, что как режиссер-педагог я могу быть здесь полезен. Мавлик меня сосматривал, я говорю, Мавлик, а какой конкретно театр для тебя важен? Он говорит, для меня все театры, Дагестана важны. А именно Лезвинский, интересно, как это так? Мы решили, что мы начнем с Лезвинского театра. Он сказал? Да, он рекомендовал мне начать, он предложил, давай начнем с Лезвинского театра. Вот, и тут, конечно, ресурс. Во-первых, тут есть здание, хорошее здание. Очень даже. Хорошее здание, да, таких зданий немного на Кавказе сегодня, это из тех лет советских времен, когда все делалось качественно, да. Вот, хорошая акустика, хорошее здание. С таким зданием очень многое можно сделать, имеет такой ресурс, очень много. У многих театров на Кавказе нет такой площадки. Вот, это уже, это начало, да, это основа. Потом, когда я посмотрел, да, вот ребят, посмотрел, молодежь очень способная, молодежь еще не размятая, но она от природы способная. Вообще кавказцы, ребята, природоспособные, но всегда все относительно, где-то хуже, где-то лучше, да. А тут, ребятки, от природы, они очень гибкие, пластичные, я имею в виду, в профессии. Вот, и с ними, с ними тяжело, потому что они тормозят, да, в силу просто того, что, ну, не все знают, да. Но с ними и по кайфу, потому что ты видишь, что есть движение и есть, может быть, взрыв. Можно сделать, понимаешь, скучно работать на всем готовом. А когда ты чувствуешь свой вклад, когда ты чувствуешь, что реально приносишь пользу и видишь результат, вторая есть кайф. Можно вложить в это все, и душу, и все что угодно. Вот, а тут это видно. Вот я два месяца приехал, это была одна история, сегодня совершенно другая история. И мне с ними интересно. Я понимаю, что у этого театра может быть гораздо более значительное будущее, нежели сегодня по ряду причин ребята еще недополучили того, не ребята, а вообще театр, недополучил того, на что они могут претендовать в дальнейшем. Не потому, что это хорошо или плохо, а просто потому, что как-то так, знак судьбы, так сложилось все, что ребятки не дали еще того рывка, который, я надеюсь, они дадут, они его должны дать. И сегодня тех пацанов, которых я присмотрел, я их с собой возил и туда, и в Крым на гастроли, и они смотрели со мной на Рязанский, хороший театр, там, демона, я их возил повсюду уже со мной. Вот, и разные концы, чтобы они не только в своем соку, здесь в Тербенте, варились внутри себя, да, а чтобы они посмотрели, что такое вообще театр, российский театр, интегрированный театр, и театр, в котором все-таки уже больше возможностей в силу определенных, ну, объективных, ну, понятно, Рязань огромный город под Москвой, театральный город, там, денег больше всего больше, зрители другое и так далее. Понятно, что там другие, другой уровень, да, это же не потому, что там кто-то лучше или хуже, или талантливее, или менее талантливее, просто так сложилась судьба. Вот, и ребята видели демона Рязанского театра, ребята видели какие-то другие спектакли, они порядка вот шести спектаклей других посмотрели, и я знаю, что это уже другие пацаны. Вот сегодня их зацепить, у двоих там уже есть образование, у кого-то лучше, у кого-то кому-то надо давать образование, их зацепить сейчас, не отпускать, не дать им потухнуть, у них глаз горит, им интересно, они в кайфе, я смотрю, за кулисами Эфрос лежит, и другие книги, я продавал там книг, мы читаем, обсуждаем, говорим на эту тему, вот. И эти ребята потянут, это может быть очень мощный локомотив, именно молодые, думающие, креативные, талантливые ребята, которые могут потянуть ситуацию, рвануть, и это очень хороший театр, очень хороший на российском уровне. Я знаю все театры Дагестана, я был везде, я в свое время просматривал все театры, в составе лаборатории, с москвичами я приезжал сюда, поэтому я ситуацию во всех театрах, я владею информацией по Кавказу подробно. Сегодня есть следующая ситуация, здоровая, сегодня есть новый молодой лидер в театре, для меня она девочка, я старше ее, молодой директор, у которой горят глаза, это очень важно, это основа. Если у директора в театре глаза чиновника замыленные, он будет думать только об одном, а если у чиновника глаза горят, ему не все равно, и он вечером прибегает, когда там что-то происходит в театре, что случилось, да, и она говорит, я здесь не ночью спала, я переживала, мне было неприятно, я понимаю, вот ради этой команды, не именно этого человека, а ради команды, которая может собраться вокруг этого лидера, да, стоит работать, вкладываться и что-то делать, потому что значит это будет будущее. Иначе какой смысл тратить свою жизнь в то, что вкладываться в то, что не будет иметь будущего. А тут есть молодой, горящий лидер, есть молодые, креативные, горящие, талантливые ребята, которые хотят учиться и могут учиться. И не хватало, я вам скажу, чего не хватало, на мой взгляд не хватало, не хватало самого главного, для чего не будет ничего, не хватало национальной идеи. Это национальный театр. Либо это должна быть иная какая-то идея, если это театр, там если это рязанский, то там другая идея, да, а если это национальный театр, должна быть национальная идея, вокруг которой должен быть консолидирован состав. Вот этой национальной идеи не было. А я, независимо от своей, от того, что я там, я по-настоящему не лезвим, да, но как бы все равно я, в силу определенных причин, я напрочь заражен национальной идеей. Сегодня, когда у этих молодых ребят, когда я говорю какие-то вещи именно по этому поводу, на эту тему, я понимаю, что сначала у кого-то закрывались глаза, а у кого-то глаза открывались. Кому-то было скучно, кто-то зевал, кто-то опускал голову, а кто-то наоборот поднимал глаза. И когда вот это все произошло, я понял, что эти пацаны оттащат ситуацию. И за ними, кто пойдет с ними рядом, тот создаст будущее театра. Кто не сможет пойти или не захочет пойти, кому, наверное, придется, ну, из этой команды как-то выпасть. Иначе нет смысла и нет будущего. Тем более в национальном театре. Национальный театр, с одной стороны, должен быть гибок и интегрирован, потому что мы живем в России, есть общероссийское театральное пространство, но он должен быть интегрирован со своим лицом. Это не только театр, а вообще. Мало того, что они играют на родном языке, важно, чтобы они понимали, что они несут свою национальную культуру, и для них это дело жизни не ради денег, не ради зарплаты, а то, как эта национальная культура представлена, чтобы это было главным способом жизни, это должно быть гордостью. Гордость ради себя, а не гордость нации, значит, они должны это осознавать и нести это достоинно. И вы приехали, поставили спектакль? Спектакль ставлю, да, поставил. Есть ли не секрет в двух словах, о чем идет речь? То, что вы сейчас поставили будете? Да, спектакль мы обсуждали с руководством, спектакль, тема наркомании. Почему тема наркомании? Опять-таки, комедию брать. Ну, да, если было время, я там второй-треть раз мог взять какую-то классику, да, и поставить какую-то веселую историю. Но, поскольку у меня нет времени для того, чтобы что-то много расставить, я считаю, что нужно сделать что-то социально значимое. И тема наркомании, да, она актуальна для всего мира, ведь это проблема, но для Кавказа это особо актуальная тема. Почему? Потому что Кавказис не может себе позволить того, что могут себе позволить. То есть, наркоман, вообще это ужасно, страшно, но наркоман, Кавказис, это значит потеря традиции, это значит поступки, которые совершенно не свойственны, это потеря генофонда и так далее, и так далее. Это двойне проблема значимая для нас. Поэтому мы взяли эту тему, это направляет, и мы ее адаптировали именно к нашему менталитету. Мы противопоставили менталитет, в какой-то мере религию, наши традиции, и то, что делает с человеком наркотик, когда вырывает его из этого социума во всех. То есть он теряет материну для семьи, для народа, для всего. А это часть такого большого народа. Это значит, у него не будет детей, или они будут больны. И люди, которые вокруг него, это мутанты. Они уже не имеют национальности, это просто мутанты. Вы уже сегодня сдали, или вчера? Вчера сдал. Ну и как? Мне кажется, хорошо. Народ как вас видит? Мне кажется, хорошо и достойно. Зал, зрители? Мне кажется, хорошо и достойно. И все все поняли, и люди плакали. Там какие-то девочки, я слышал, склипывали в какой-то момент. Там не может быть хэппиэнда, у этой истории не может быть хэппиэнда. То есть как всегда? Нет, не потому что всегда. В каких-то ситуациях, возможно, хэппиэнда, не нужно лгать зрителю в этой ситуации. Хорошего конца не должно быть. Нет, нет. Это весело, пока ты этим занимаешься. А конец всегда плохой. Почти всегда. Дальнейшие планы? Спектакль сдан уже? Да, да. Завтра будет премьера. После чего я привожу театр, который я когда-то создал в Ингушетии. Вот оттуда. В Дербент. В Дербент. Они сыграют. Почему? Потому что ребят с Лизгинского театра я возил в Ингушетию. Потом вместе с Ингушским театром они ездили на гастроли в Крым. Потом в Ингушетии смотрели Рязанский театр и так далее. Сегодня актеры, актриса Сингушского театра участвует в этом спектакле. Еще какие-то ребят. То есть это уже шире, нежели просто союз. Это уже дружба между театрами. И я надеюсь, что дружба между народами. Потому что мы очень далеко, в 400 километров расстояние, и не очень хорошо знали друг друга. А вот благодаря таким проектам народы узнают лучше друг друга. И появляется интерес друг к другу, появляется дружба. То появляется то, что, наверное, будет какая-то основа на будущее взаимоотношения. Нет, я вам сказал бы еще раз творческих успехов в дальнейшем. Думаю, это ни первая, ни последняя у нашей встречи. Вам спасибо за интервью. Творческих успехов. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова